Приветствую подписчиков и гостей канал Банковский. Сегодня у нас в обзоре нашумевшая кредитная карта Home Credit 120 дней без процентов. Почему она нашумевшая, почему столько к ней внимания? Ну потому что данная карта предлагает просто шикарные условия. В принципе я наверное затрудняюсь сказать какой продукт может с ней конкурировать на рынке в настоящее время. Потому что здесь собрано, ну можно сказать, все самое лучшее. Во-первых, длинный льготный период. 120 дней реального льготного периода это неплохо. Да, само по себе по карте это мягко говоря неплохо. Да плюс еще этот льготный период распространяется не только на покупки. Ну здесь давайте глянем в тарифах. Он распространяется и на снятие наличных, да, и на переводы с карты на карту. То есть, ну такого в принципе в других банках не бывает, откровенно говоря. Далее получается процентная ставка минимальная. Но она конечно не для всех такая. Там диапазон приличный. Там с 10 до 33 примерно. Но все-таки возможность получить ставку от 10,9% годовых это дорогого стоит. То есть, хорошие клиенты Home Credit могут получить карты и даже если они не уложились в длинный вот этот льготный период, они могут получить небольшую процентную ставку и спокойно выплатить этот кредит. До 700 тысяч рублей лимит кредитования. То есть, прекрасный вариант. Потому что есть интересные кредитные карты в других банках. Там можно прям сходу привести несколько примеров. Но у них кредитный лимит там 300 тысяч. То есть, ну естественно не всех это устроит далеко. Потому что они все тратят мало по картам. То есть, а некоторые используют их только исключительно для крупных покупок. Ну а крупную покупку в пределах 300 тысяч не всегда можно совершить. Далее стоит взглянуть на тарифы. Что по этой карте нехорошо с моей точки зрения, это то, что комиссия за снятие наличных идет 5% на минимум 500 рублей. Вот здесь банк решил максимально навариться на тех, кто с карты снимает наличные. Хоть и на них распространяется льготный период, я имею ввиду на снятие наличных. Но стоит это безумно дорого, что не захочется снимать. Получается 500 рублей минимум, но 5% еще. Зато плюсом является еще и то, что за обслуживание не придется платить. То есть, эта карта полностью бесплатна, но за исключением дополнительных каких-то услуг, которые к ней подключены. Ну а просто, если вы картой пользуетесь, то 0 рублей. Что еще здесь можно посмотреть? Ну максимальная процентная ставка до 31,5% годовых. Может быть и многовато на первый взгляд, но вы посмотрите на максимальные процентные ставки по другим кредитным картам. Там и 35, и 39, где-то и за пределы 40% выходит, а где-то и за пределы 50%. Здесь нормальный такой диапазон. Подключение договора к программе польза бесплатно. Если вы пользуетесь для вас, это может быть интересно. Начисление баллов до 30% кэшбэк за покупки у партнеров. Но это такие редкие покупки, как бы лично мне требуется такое, может быть, раз в год в лучшем случае. Поэтому там надеяться на большой кэшбэк я бы не стал, но тем не менее, мелочи приятны. Ну и вот здесь отдельно ставка в процентах годовых за снятие наличных в банкомате и за переводы по номеру карты. Тоже получается 49,9. То есть мы рассмотрели процентную ставку здесь при оплате товаров и услуг до 31,5%. А здесь получается за снятие наличных. То есть не снимаем и не переводим с этой карты. Но если вдруг придется это сделать, то имейте в виду, что льготный период распространяется. Минимальный платеж 3% от судной задолженности, плюс начисленные проценты за отчетный период, плюс комиссии неустойки при наличии, плюс просроченная задолженность при наличии. Минимум 500 рублей, либо вся задолженность, если она меньше 500 рублей. Ну в принципе нормальные условия. Некоторых отталкивает это. Это даже хорошо, что банк хоум кредит вот это все расписывает. Некоторые обвиняют его в том, что вот у него там завышенное что-то. Нет, это и в других банках подобная же ситуация. Просто они часть информации, ну банально, либо скрывают, либо не публикуют их так открыто. А здесь все расписано. СМС-пакет здесь дорогой. Сразу говорю, никто не скрывает 99 рублей в месяц при совершении одной или более операции в расчетном периоде. Первый месяц бесплатно. Подключение договора к программе «Финансовая польза» за 199 рублей в месяц. Но опять же, надо проанализировать, надо вам это или не надо. Комиссия за перевод по номеру карты 5%, минимум 500 рублей. Так же, как и за снятие наличных. Требования к заемщику тут расписаны. Кстати, обратите внимание, что здесь возраст, возрастной диапазон расширен по сравнению с другими банками. То есть, карту можно взять от 18 и до 70 лет на момент заключения договора. То есть, если вы в 70 лет успели ее взять, можете ей пользоваться пожизненно и радоваться. Трудовой стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев. Ну и паспорт нужен. Здесь расписано, что такое беспроцентный период. Если это ваша первая карта, вы можете посмотреть, почитать, изучить. Тут все понятно. Я не хочу на этом заострять внимание, потому что, ну, понимаете, видео будет раздуто. Тем более, что это целая отдельная тема для разговора по поводу тактики использования кредитной карты. Если у вас еще вопросы возникли, я с удовольствием на них отвечу. Пишите комментарии. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго. Продолжение следует...